Обещание Отечеству и самому себе быть готовым в любую секунду стать на защиту своей Родины. Ряды юных друзей-пограничников пополняются. Момент для всех ребят волнительный. Изучать историю страны и регионы пограничных органов. Вслед за клятвой юные патриоты получают заслуженные удостоверения и береты. На каждом значки триколора и орла, символизирующие гордость и отвагу. Кирилл Маршанов делится, носить будет его не снимая. В будущем хочет пойти по стопам отца. Когда мы жили на пограничной заставе, мне очень нравилась его профессия. И сейчас я могу стать на шаг ближе к тому, чтобы поступить в пограничный институт и службы пограничных органов. Начало движения юных друзей-пограничников было положено в марте 1958 года. А уже 12 апреля 1961 учрежден нагрудный знак «Юный друг пограничника», которым впоследствии за реальную помощь защитникам рубежей были награждены тысячи школьников. В настоящее время на территории Российской Федерации при участии пограничных органов и ветеранов пограничных службах действует более тысячи военно-патриотических объединений. Общая численность их участников составляет свыше 20 тысяч человек. В этом новом для себя качестве им предстоит узнать много интересного о служебных буднях воинах переднего края, ознакомиться с их бытом, основами средопытства и служебного собаководства. Елизавета Кожини ступила в ряды два года назад. Девочка довольна. В субботное время мы занимаемся изучением истории пограничников. Также мы присутствуем на мероприятиях, посвященных пограничному управлению. Производим возложение цветов на всех памятников, посвященных пограничному управлению. Сегодня движение «Юные друзья пограничников» Российской Федерации продолжает активно развиваться. Проект позволяет больше узнать об истории своей республики в масштабе страны. Хавагагиева, Магомед Доскеев, Новости 24.